Привет-привет, мои дорогие! Настало время вашего любимого ежедневникового видео. В прошлом видео я вам уже показывала свой bullet journal на 2018 год, показывала все коллекции и оформление разворотов на январь. Можете найти ссылку на это видео здесь на экране или в инфобоксе. Ну и наконец наступил звездный час февральских разворотов. И если в оформлении прошлого месяца я использовала исключительно акварельные карандаши, то в этом месяце мне почему-то не хотелось ничего рисовать, я решила воспользоваться различными вырезками и распечатками. Исключение составило лишь титульный риск месяца, и так как я не могла подобрать подходящую мне картинку, то решила просто осуществить свою задумку с помощью акварели и кисти. Нарисовать, как видите, я решила стаканчик вкусного кофе, старалась изобразить его в очень-очень нежных пастельных тонах, но все равно получилось довольно ярко. Ну и я пробовала здесь свой новый браш-пен, заказывала его с сайта Джум. Качество, как по мне, довольно неплохое, хотя я пользовалась подобной кистью впервые, поэтому особо в них еще ничего не понимаю. Но пока что я вполне довольна, буду оттачивать мастерство каллиграфии или каллиграфии. Дальше у меня расположен разворот на месяц. Вместо сетки на целом развороте я продолжаю использовать вот такой формат месяца. Он все-таки покорил меня своей компактностью и простотой. Как видите, в столбе расположены все даты, дни недели, и если у меня будет что-то планироваться на какой-то день, то я просто выношу информацию на свободное место. Здесь в уголочке я разместила небольшое окно, в которое я вписала название книги, обязательное к прочтению в этом месяце. На следующей странице расположены все главные задачи и планы на этот месяц. Самое большое окно отведено под общий список обязательных дел. Также здесь расположены чек-листы для работы над каналом, блогом и инстаграм. Небольшое окно для записи важных покупок и, конечно же, моя традиционная таблица, посвященная отслеживанию прогресса работы над запланированными видеороликами. Ну и далее начинается уже недельный разворот. А так как с 1 по 4 число у меня были внесены в январский недельный разворот, то февральские недели начинаются с 5 числа. Здесь я также решила использовать различные вырезки. И так как вот эти блоки большие, то для них я вообще в основном использую всяческие подручные материалы. К примеру, вот эти два блока вырезаны из какой-то цветной коробочки. А вот для вот этих двух блоков я использовала просто листы из блокнота. На скраб-бумагу я никогда не трачусь, так как считаю, что для оформления разворотов в ежедневнике это довольно дорогостоящий материал. На первой странице я расположила дни с понедельника по пятницу, а также отвела отдельное место для записи дел по уборке дома. На второй странице расположены оставшиеся дни суббота и воскресенье, два больших блока, один из которых служит для записи общего списка дел, а второй для записи дел, касающихся блоггинга. Следующий недельный разворот выглядит вот таким образом. Саму структуру недели я пока менять не хочу, она меня полностью устраивает, поэтому меняю лишь оформление. Здесь все точно так же, дни с понедельника по пятницу, список уборки, выходные и чек-листы. Здесь в качестве места для записи дел я использовала обычные листочки для заметок. Вообще постоянно использую их в декоре страниц, так как они плотные, красивых цветов, и, что немаловажно, очень бюджетные. Огромный блок 9х9 стоит около 100 рублей, а листочков вам хватит на несколько лет вперед. Следующий разворот выглядит вот таким образом, точно такая же разметка. Использовала вот такие классные вырезки, запали они мне в душ, такие милые, зимние, нежные зверушки. Здесь для чек-листов я использовала крафт-бумагу. Ну и последний недельный разворот выглядит вот таким образом. Здесь использовала одну вырезку из прошлой коллекции, вот этой. Если она вам понравится, выложу ссылочку на скачивание или в блоге, или в группе ВКонтакте. Для чек-листов взяла просто цветную бумагу для принтера. Ну что же, вот и все. Я буду ждать ваших комментариев, и хоть я и не отвечаю на каждый из них, но читаю я абсолютно все, и мне всегда очень приятно знать ваше мнение. Поэтому пишите, я с огромным удовольствием почитаю. На этом я с вами прощаюсь, до следующей недели. Всем пока-пока!